Это Харальд Первый. В девятом веке он объединил викингов в одно королевство и такой Так, а болтусы, вы знаете, что такое налоги? Вот теперь будете платить. Многим такой расклад не понравился, и они отправились на поиски лучшей жизни. Тех, кто уплыл недалеко, Харальд поймал и все-таки заставил платить. А сбежавшие сюда такие Хм, тут ветер, сырость, нет деревьев и нет вообще ничего, кроме рыбы. Это что, вулкан? Давайте здесь жить. Так появилась республика Исландия, власть в которой принадлежала народу, но через 300 лет... Так, стоп, вы чокнутые? У нас тут средневековье? Какое к черту народовластие? А ну, быстро к нам, мы вам хотя бы дома из дерева построим, а не из рыбы. Исландия согласилась и надолго оказалась под властью чужеземцев. Немного позже Дания такая... Норвегия, ты будешь моей женой? Она расплакалась и сказала да, но потом Дания связалась с Наполеоном. Наполеон проиграл, вместе с ним проиграла и Дания. Потеряла все деньги, а Норвегия такая... Нищеброд, я ухожу от тебя. И ушла к шведам. А потом... Независимость. Доктор, я уже больше 100 лет слышу голоса в голове. Да? И что они говорят? Они требуют какой-то независимости. А, так мы их тут все слышим. Это Исландия. В итоге Исландия получила независимость, но осталась в союзе с Данией, которая все равно была главной. Но потом началась Вторая мировая война. О, нет, на моего союзника напали немцы. Чем же ему помочь? Ой, не успел. Кажется, теперь придется обрести полную независимость. После того, как немцы оккупировали Данию, Исландия перестала зависеть от нее. Но сразу же ворвалась Великобритания и говорит... Мы тут у тебя посидим. Тут вы писти. Лучше уж мы, чем немцы. Через год Британия отдала остров американцам, а 17 июня 1944-го Исландия окончательно разорвала союз с Данией и объявила себя независимой республикой. Надеюсь, вы не против? Исландия получила то, о чем так долго мечтала. Но есть одна проблема. Со времен викингов новых полезных ресурсов здесь не появилось. Лес не вырос. Уголь, газ или нефть не нашлись. Есть только рыба. Треска. Большая, сочная, с печенью, богатой жиром. И вообще, одна из важнейших промысловых рыб. Экономика Исландии полностью зависела от трески. Поэтому перед страной стояла важная задача. Вылавливать максимально допустимое количество рыбы, чтобы получать достаточно денег от продажи другим странам. Но при этом не навредить ее популяции. Исчезновение трески как вида было кошмарным сном Исландии. После Второй мировой войны Великобритания потеряла свои заморские территории, в которых она ловила рыбу. И не нашла другого варианта, кроме как отправить своих рыбаков к берегам Исландии за треской. Эй, пирожочек, ты опух? Ты чё тут делаешь? Рыбку ловлю. Великобритания имела полное право находиться в тех водах. Потому что Исландии принадлежало пространство лишь в пяти с половиной километрах от берега. Ловлю рыбку я, а ты уничтожаешь популяцию. Короче, давай отплывай отсюда. Я расширяю морскую границу до семи с половиной километров. Да? А я тогда покупать твою треску не буду. Блин. Давай ты ловить не будешь, а покупать будешь? Мне мало, так что нет. Британия являлась главным покупателем рыбы у Исландии. Прекратив закупки, она попыталась угомонить маленькую страну. Но Исландию спасла холодная война между СССР и США. Дело в том, что Исландия одна из стран-основательниц Североатлантического альянса, НАТО. Который защищал Европу от влияния Советского Союза. Товарищи, не хотите ли купить у меня трески? Может быть, Советский Союз и не планировал закупать рыбу, но не мог отказаться от дипломатического сближения со страной-основательницей НАТО. Штаты заметили эту движуху и такие... Ммм, давай без глупостей. Я куплю у тебя всю рыбу, она мне не нужна. Но главное, не забывай, на чьей ты стороне. В итоге, Британия своими санкциями не смогла нанести ущерба Исландии. И была вынуждена признать ее новые 7,5-километровые морские границы. А что? Неплохо получилось. В 1958-м Исландия захотела повторить свой успех и расширить границу до 22 километров. Но теперь уже все твердо сказали ей нет. А Великобритания отправила на защиту своих рыбаков военные корабли. А мне пофиг. Я сказал 22 километра. Значит, будет 22 километра. Но есть одна проблема. У Исландии нет армии. Есть полиция и береговая охрана. Все, самолетов нет. И даже танков вообще ни одного. Поэтому ламповыми вечерами она залипает в World of Tanks. Ведь это настоящая классика жанра, позволяющая испытать кучу эмоций в жарких боях. Если у меня нет бронетехники, это еще не значит, что я не гений танковых боев. Я хитер и бескомпромиссен. Не это ли главное, а... Здесь более 600 моделей бронетехники. И каждый найдет себе тачку по вкусу, которая идеально впишется под его стиль игры. А полученные в бою награды можно потратить на улучшение не только своего танка, но и экипажа. В составе которого будете себя ощущать и вы. Ведь все грохочет и взрывается. От попаданий на танках остаются царапины и сколы. Полное погружение обеспечено. А еще в World of Tanks постоянно обновляется. Тут недавно добавили двуствольные танки. Чума. В игре представлены самые разные локации. Корода, леса, болота, поля, пустыни, заснеженные холмы и многое другое. Каждая карта это открытое пространство с большим количеством путей, развилок и мест для засады. Короче, присоединяйтесь ко мне. Качайте игру по моей ссылке. И вы получите подарки для комфортного старта. Бодрый танк Т2ЛТ. 400 тысяч кредитов и премиум аккаунт на 7 дней. Но это еще не все. Создатели World of Tanks решили поддержать игроков в это непростое время. И сделать приятнее вынужденное пребывание дома. Приготовив всем игрокам подарок. 14 дней танкового премиума. Этот подарок доступен до 2 апреля включительно. И чтобы его получить, так же кликайте по ссылке в описании и регистрируйтесь или авторизуйтесь. В зависимости от того, новичок вы или уже опытный игрок. А я пока пойду разберусь с Великобританией. Итак, у Исландии есть полиция и береговая охрана. Первая на море ничем не поможет. А вторая это примерно 150 человек. Несколько катеров и две летающие лодки, которые подогнали американцы. Но главное, чтобы настрой был боевой. Да? И настрой таки был. Исландия начала охоту на британские траулеры в 22 километрах от берега. Траулер это рыбацкая лодка, тянущая за собой трал. Большую рыболовную сеть. Вот он, кстати. А это патрульный катер Исландии. И он такой, валите отсюда. А британцы, ты же понимаешь, что сейчас подойдут наши фрегаты? Да, понимаю. Поэтому сваливайте скорее. Объективно Исландия ничего не могла противопоставить мощному британскому флоту. Но несмотря на это, береговая охрана все равно таранила и траулеры, и фрегаты. Не боясь получить ответный удар и оказаться на дне в ту же минуту. Короче, Исландия махала кулаками. А Британия не обращала на это никакого внимания. Знаешь что? Что? Я выхожу из НАТО. Да пожалуйста. Кажется, теперь Америке придется свернуть свою военную базу на моей территории. Да. Эй, стоп. Как, кого свернуть? В итоге штатам пришлось уговаривать Великобританию признать новые морские границы Исландии. Очередная победа. И казалось бы, что теперь рыбные запасы в безопасности. Но через несколько лет внезапно пропала вся сельдь. Да и количество трески тоже заметно уменьшилось. Это была катастрофа. Исландия побежала ко всем с мольбами. Давай ограничим добычу рыбы. Зачем? Давай создадим заповедные зоны для восстановления популяции. Мне не до этого, солнышко. Опять ты? Ответ отрицательный. Опять ты, рыболов. Сложившаяся ситуация никого кроме Исландии не волновала. А потому она решила действовать своими силами и для начала отогнать всех еще дальше от своей трески. В 1973 году она объявила о том, что теперь ей принадлежат 92 километра вокруг острова. Но и это никто не услышал. Но это их проблемы. Вместо того, чтобы ругаться с британскими рыбаками, береговая охрана вооружалась резаками, подплывала и молча обрезала тросы, на которых держалась рыболовная сеть. И британцам не оставалось ничего, кроме как возвращаться в порт за новой сетью. Но вместе с ней они прихватывали и военный флот, который снова дал понять, что Британия продолжит ловить здесь рыбу. Береговая охрана Исландии, конечно, продолжала таранить их, но во время одного из столкновений Исландия пролила первую кровь, причем собственную. От удара вода залила палубу, где стоял сварочный аппарат, и один человек погиб от удара током. Тогда Исландия вновь припугнула всех, что выйдет из НАТО, и... Получилось! Британия признала новую морскую территорию, с условием, что еще три года сможет ловить там рыбу в очень ограниченном количестве. И спустя эти три года Исландия разошлась не на шутку. Сказала, что хочет 370 километров личного морского пространства. Разорвала все дипломатические отношения с Великобританией, и снова отправилась резать сети и таранить английские корабли. Полгода столкновений унесли жизнь одного британского рыбака, и вновь привели к тому, что Исландия такая... Ну все, вы доигрались. Я выхожу из НАТО. Я выхожу из НАТО. Слова, которые позволили маленькой стране, не имеющей ни армии, ни флота, победить державу, способную раздавить ее, как таракана. В итоге Исландия расширила свои морские владения, а все благодаря своему географическому положению. Военные базы НАТО на территории Исландии обеспечивали защиту региона от Советского Союза, и потерять эти базы из-за какой-то трески... Проще уговорить Британию не ловить ее. Теперь у нас есть Дискорд-канал, а некоторые патроны получат доступ к отдельному голосовому чату, где я иногда буду зависать. Ссылку найдете в группе ВКонтакте, и не забудьте вступить в нее. Продолжение следует...